это вопрос очень глубокий очень сложный можно рассказать ключевой и его важность она увеличивается поскольку по оценкам фиксирующих устройств регистрирующих фотоаппаратов телефонов сегодня на руках у населения планеты примерно 1 миллиард 200 миллионов это означает что мы имеем 1 миллиард 200 миллионов фотографов и многие из них претендует на то чтобы получать какие-то результаты вот и поэтому хочется понять что какая фотография может считаться художественной а какая нет уже несколько лет я об этом думаю и я обсуждал этот вопрос с ведущими питерскими фотохудожниками и какие ответы я получил один вариант ответа что вопрос некорректный бессмысленный нет у него ответа вся фотография интересна но это скорее уход от ответа уход от вопроса и наверное это меня не удовлетворяет другие ответы которые я получил от многих авторов это указание на то что художественная фотография должна быть образной но что это такое образная фотография как ее отличить от другой остается непонятным и только один ответ меня удовлетворил ответ который был сформулирован владимир семёновичем антощенковым и этот ответ в общем он я им руководствуюсь и сейчас его ответ примерно следующий он сказал что фотография может считаться художественной если изображение имеет эстетическую ценность во-первых во-вторых это эстетическая ценность первично они вторично но поясню если я снимаю красивый пейзаж то это творение природы и фотография может быть красиво потому что красиво творение природы если я снимаю красивую девушку то эта девушка красиво а фотография красиво уже вторично поэтому тут нужен вклад автора вклад автора в содержание вклад автора в форму и он должен быть очень силен то есть это эстетическая ценность должна быть первично после этого надеюсь подумал и добавил а еще она должна удивлять и вот возможно это определение не полная но более точного более полного я не нашел и я этим рецептом пользуюсь потому что надо как-то наводить порядок отличать одни фотографии от других и в своем творчестве и в работах других авторов иногда фотография завораживает зрителя почему это происходит я до конца сказать не могу но все таки в какие-то мистические вещи я не очень верю но но какое-то взаимодействие у зрителя происходит я пытаюсь его объяснять вот этими факторами о которых я сейчас сказал эстетической ценностью изображения находкой автора первичностью этой ценности ну и тем что эта работа может чем-то удивлять чем она может удивлять она может удивлять формой может удивлять содержанием она должна удивляться есть такой термин муза посетила и эту ситуацию я начал фиксировать довольно давно но раньше это происходило редко первый раз меня посетила муза в начале восьмидесятых годов и это продолжалось минут 20 наверное следующий раз меня муза посетила спустя спустя примерно пять лет это продолжалось уже около часа в эти в это время те фотографии которые я создал они действительно удались и стали выставочными работами а все остальное что я снимал до что снимал после в общем была документальная фотография с этого момента я задумался что же это такое за состояние когда муза посещает и ответа до сих до сих пор нет но уже по почитав какие-то работы на эту тему я могу высказать предположение что это может быть ну точнее ряд авторов это связывает с альфа ритмами мозга с работы мозга в котором можно выделить альфа ритмы считается что они отвечают как раз за творческое состояние за эту работу другие авторы считают что за творческое состояние отвечают тета ритмы альфа ритма это примерно 8 герц ну точнее от 7 до 11 может меняться тета ритм это порядка 35 40 герц есть и другое предположение дело в том что вокруг земли распространяются электромагнитные волны эти электромагнитные волны они отражаются от поверхности земли и от ионосферы и огибая землю образуют стоячую электромагнитную волну с частотой около 8 герц это так называемый резонанс шумана частота тоже может меняться от 7 до 11 в зависимости от времени года времени суток в зависимости от точки на планете от климата но понятно что работа мозга она связана с электричеством и понятно что мозг реагирует на внешне электромагнитное поле поэтому то что альфа ритмы мозга по частоте близки к резонансу шумана это уже загадочная вещь так вот одно из предположений заключается в том что частота работы мозга на альфа ритмах может совпадать образовывать резонанс с резонансом шумана с частотой шумана и возможно именно это состояние является творческим этот резонанс что на самом деле я не знаю но я продолжаю изучать работы на эту тему и размышлять это один подход второй подход заключается в том чтобы обратить внимание на то какие зоны мозга ответственны за творчество считается что это так называемое право полушарное мышление в отличие от лево полушарного если быть точным то давно установлено что те зоны которые отвечают за логикой вербальное мышление это лево полушарная и те которые отвечают за образно синтетическое право полушарные они расположены не в правом и левом полушариях они перемешаны расположены в разных областях мозга поэтому термины право-лево полушарное они скорее устаревшие но они уже тем не менее устоявшиеся так вот право полушарное состояние отвечает за образно синтетическое мышление за образное мышление и возможно как раз за создание творческих фотографий поэтому словосочетание музы посетила возможно как раз соответствует включению право полушарного мысляния а может быть резонансу шумана с альфа ритма его мозга это покажет будущее исследование ученых но пока мы можем только обращать внимание на то что действительно происходит и от этого зависит результат творчества так это оно и есть это это рефлексия это может быть как как вариант как вариант это может быть как раз результат взаимодействия электрических полей и муза посетила это она и есть и другой пример известно что человек настраивается на творчество что это такое в чем природа этого явления может быть как раз мы постраиваем свой альфа ритм под частоту шумана известно что йоги медитируя тоже достигают какого-то состояния в чем физика этого состояния возможно это тоже как раз достижение резонанса они впадают в транс в их мозгу что-то происходит но тоже имеет электрическую природу мы побывали в местах тибете в китае в малом тибете в индии в местах где многие люди ищут шамбулу и пытаются там найти поэтому конечно мы обращали внимание на на те пейзажи которые мы наблюдали с этой точки зрения и у меня появилась такая версия это касается как раз древнего царства гуга которая находилась в центре той древней территории тибета до девятого века когда китай когда тибет был мощнее китая и когда тибетское государство процветало и вот центром этого государства была территория которую сейчас называют царством гуга надо сказать что это находится на высоте ближе к пяти тысячам метров или так чтобы туда попасть это западный тибет нужно проехать весь тибет независимо от того откуда ехать можно ехать со стороны кашгара с северой для этого нужно пересечь колоссальные территории на высоте около пяти километров можно ехать из лхас из центрального тибета с востока и там тоже расстояние измеряется тысячами километров или можно приехать с юга из из индии из непала там тоже колоссальные расстояния и поэтому когда ты пересекаешь эти колоссальные расстояния по совершенно голой высокогорной пустыне и вдруг ты попадаешь в эти места и карта что это какое-то чудо карта что-то должно было происходить и именно здесь надо искать шамбула но я это связываю с удивительной красотой этих структур горных склонов которые образовались в результате разрушения в результате разрушения на протяжении миллионов лет возникали какие-то трещины какие-то борозды какие-то овраги и все это вместе освещены утренним вечерним или дневным солнцем фантастически красиво и это действительно удивляет поражает когда ты туда пребываешь возможно такое же впечатление это оказывало и на других путешественников конечно меня переполняет восторг когда я вижу эмоциональные лица людей или фантастические пейзажи но в этот момент я не опускаю объектив чтобы насладиться впечатлением а наоборот мгновенно начинаю использовать что касается сочетания холодного логического анализа фотографий и ситуации то они обязаны уживаться с образным восприятием потому что анализ он может быть логическим но для того чтобы создать образные работы мне необходимо рефлексировать мне необходимо работать правым полушарием и поэтому конечно я на съемке стараюсь не пользоваться логикой и стараюсь просто чувствовать чувствовать и рефлексировать а уже потом результаты я могу оценивать и разбирать с разных точек зрения поэтому левое правое полушария должны работать вместе они должны сотрудничать я оба их использую я добавлю добавлю любителям мистики информацию о том чего это все началось с чего началось мое возвращение в творческую фотографию и увлечение тибетом гималаями в 99 году мы с друзьями пересекли гималая на велосипеде по маршруту манале ли я слышал что это один из самых красивых если не самый красивый веломаршрут в мире и вот как ни странно именно после этого похода состоялась моя первая фотовыставка и теперь эти выставки не прекращаются именно с этого момента я увлекся тебе там гималаями поэтому может быть в этом есть что-то мистическое чего я жду от посетителей выставки наверное самое главное чтобы у них появились какие-то эмоции их собственные эмоции наверное я не хочу им передать свои эмоции свой восторг я хочу помочь ему ощутить свои собственные чувства кто-то насладиться просто работами кто-то хочет съездить в тибет гималая а кто-то захочет заниматься творчеством это будет самый самый значимый результат если говорить о технике о техническом процессе создания фотографии то для меня важно что я начинал как пленочный фотограф это было в 70 80-е годы я снимаю со школы с 80-х годов я участвую фото выставках и поэтому я привык к той эстетики которая нам дает пленочная фотография привык к этому видению конечно я переболел цифровыми артефактами цифровыми изысками и сейчас я пытаюсь вернуться вот к тому пленочному видению потому что мне кажется что она самая самое ценное потому что мы воспринимаем фотографии в том числе благодаря оптическому рисунку который формируется объективом и сейчас моя задача при печати при обработке не нарушить этот естественный оптический рисунок а наоборот сохранить его и передать поэтому я в последние годы немножко изменил подход к обработке с тем чтобы сохранить рисунок объектива скорее скорее наоборот техника обслуживает автора техник это инструмент фотоаппарат это инструмент компьютер это инструмент у меня есть какая-то идея которая с помощью инструментов пытаюсь реализовать как это даже не идея у меня есть какое-то видение которое пытаюсь реализовать потому что нащупать вот тот самый тот самый вариант обработки не слишком контрастный не слишком мягкий который и вызывает какие-то ассоциации какие-то чувства эмоции у зрителя вот это самое сложное и самое интересное на самом деле я люблю горы с детства первый раз я был горном походе с родителями после 6 класса на помирала и и с тех пор я фактически все свои путешествия связывают так или иначе с горами и в 80-е годы я фотографировал только город только горный пейзаж это была моя единственная тема я снимал летом и потом весь год печатал ничего другого я не снимал поэтому это просто моя любимая тема которая привела меня в гималайя в тибет и и на самом деле остается остается моей важнейшей темой горный пейзаж ну есть люди которые которые любят море которые любят водную стихию для них горы чужие о них боятся для меня наоборот я люблю стихию гор и опасаюсь водной стихии там я чувствую себя комфортно я чувствую себя там уютно чувствую себя как дома и в этом отношении мне было интересно посмотреть на гималайя глазами рериха и я был у него в усадьбе и когда мы ехали на велосипедах через гималай это мы как раз ехали по тому маршруту по которому рерих начинал свою экспедицию и конечно мне было интересно сопоставить свое видение с тем как он воспринимал горы потому что у него горы страшные он их боится они демонически на него действуют а для меня они родной дом и поэтому я пытался найти те точки с которых он рисовал свои пейзажи и понять в чем же дело нет дело только в его восприятие возможно это связано с история моего общения с горами моего взаимодействия с горами поскольку я занимался туризмом и мы ходили в длительные походы в горы у нас с собой были палатки было все необходимое снаряжение были продукты питания в этом просто жили фактически я привык к этому общению с горами честному и доверительному вопрос что такое творчество фотографии это вопрос тоже сложный и если кратко отвечать то я бы выделил две вещи первая вещь это это создание фотографии момент нажатия на кнопку затвора когда я фиксирую какое-то состояние на самом деле я фиксирую рефлексию я фиксирую свою реакцию на увиденную картину на это моя визуальная рефлексия в этой ситуации я остаюсь только наблюдателем это один подход и на самом деле большинство авторов используют именно этот подход но есть и другой подход когда у человека есть какая-то идея которую хочет выразить и он может это сделать фотографическими средствами и тогда он создает кадр выстраивает его и в этом случае фотоаппарат помогает ему это зафиксировать фактически в этом случае фотограф работает как художник и как раз в этом варианте возможны любые фантазии любые выдумки и конечно такие авторы это используют но на самом деле это редчайшие авторы потому что на это способны только только люди которые имеют образно синтетическое мышление это право полушарники их фотографии очень мало просто единица я думаю что в питере их просто несколько человек из ведущих авторов и я знаю что они создают проекты которые у них рождаются в голове и потом они с помощью фотоаппарата их переносят в действительность это уникальные люди и их творчество несопоставимо с творчеством тех кто просто визуально рефлексирует если первый вариант творчество фотографий это визуальная рефлексия на проплывающие однокружающие образы то второй вариант это может быть это может быть генерация каких-то идей каких-то проектов и в дальнейшем я реализую эти проекты уже рефлексируя на какие-то образы но я фактически собираю материал для поддержки этой идеи этого проекта как рождаются эти идеи как рождаются проекты я не знаю про него просто приходит в голову неожиданно конечно я перед этим даю какое-то задание мозгу я об этом размышляю вдруг у меня появляется какая-то идея который начинаю реализовывать это тоже вариант творчества и и наверное это очень современно создавать такие идеи проекты и их реализовывать на этой выставке представлено наверное несколько направлений несколько идей мои фотографической деятельности во первых это горные пейзажи которыми я занимаюсь уже давно во вторых это жанровые сцены который было невозможно уйти в тибете в гималаях потому что это это удивительно интересно это попытка зафиксировать и понять тот образ жизни ту технологию общения с природой которые есть у людей которые живут в высокогорье третье направление которое появилось недавно которое я сформулировал и акцентировал на нем свое внимание это это всяческие структуры я в какой-то момент понял что я не просто пейзажи снимаю не просто портрета я пытаюсь понять как устроен мир я продолжаю такое аналитическое исследование и поэтому я немножко углубился в эту тему и появились работы показывающие структуры гор структуры хребтов дерево и так далее структуры ледников ну а четвертое направление это портрет интерес к этому направлению у меня возник не так давно и я продолжаю продолжаю работу над портретом и здесь у меня задача была конечно показать показать эмоцию поэтому я тоже рефлексировал на те состояния людей которые я наблюдал на встречах и я старался сделать это незаметно я старался не быть участником взаимодействия с моделью поэтому я снимал издалека теле объективом так чтобы люди меня не видели таким образом я пытался передать зафиксировать эти эмоции таким образом вот эти четыре направления они и формируют образ тибета образ гималаев и позволяют зрителю видеть его во всех проявлениях что касается выбора цвета или черно-белого изображения я сформулировал для себя художественно я сформулировал на себя в чем отличие художественной черно-белой фотографии от документальной фотографии что касается цвета здесь мне кажется совсем другая картина она более сложная и я продолжаю об этом размышлять читать читать статьи читать книги и я пытаюсь сформулировать в чем искусство цветной фотографии и как только мне удастся к этому приблизиться я не включаю что я и цветом тоже займусь потому что конечно тибет он цветной и там фантастические цвета там фантастические цвета в природе в горах в пейзажах там совершенно уникальные цветовые гаммы в монастырях которым может быть 500 тысячи лет и они сохранили какие-то цвета и какие-то цветовые соотношения очень очень интересные поэтому на самом деле я накапливаю материалы по цвету но на этой выставке я показываю только черно-белые сюжеты на самом деле это это разное фотографическое видение потому что если я планирую сделать черно-белую фотографию то основным изобразительным средством является свет а также тональная и линейная гармония в кадре они стоят на первом месте безусловно все остальное вторично если я занимаюсь цветом то на первый план выходит гармония цвета гармония цветовых пятен это просто разные сюжеты это разное время съемки там все совершенно другое поэтому когда я хочу отключить левое полушарие и рефлексировать создавать какие-то работы создавать фотографии то я должен сконцентрироваться либо на черно-белом видении либо на цветном если я буду это и другое дело все перемешается плохо получится я мог бы добавить что как бы хорошо автор не умел создавать хорошие фотографии главное наверное в этом все таки труд это большой серьезный продолжительный труд поэтому нужно просто много фотографировать много печатать и это будет работать на результат я хочу напомнить что себастер сальгада знаменитый к своему альбому африка шел около 30 лет поэтому когда современные авторы пытаются за одну сессию за одну съемку или там за месяц за год делать выставку получаются незрелые выставки мне кажется что она должна соревать либо несколько лет иногда и пол жизни или даже всю жизнь тогда же так будет более значительный то есть Продолжение следует...